Всем привет, я Элли Ди, а тут в этих двух комнатах живут мои кролики. Здесь кролик Лизун, привет Лизун, а здесь кролик Эльза. Эльза, привет! И сегодня я первый раз в этом доме выпущу своих кроликов, Эльзу и Лизуна. Мы посмотрим их первую реакцию, а также что они будут делать. Подписывайся на мой канал о питомцах, чтобы не пропускать новые видео, а мы начинаем. Так как в этом доме очень много комнат, каждый из моих кроликов живет в отдельной комнате. Ну а кролики у меня живут в вольерах, а если более правильно говорить, нужно выпускать кроликов просто свободно бегать. Но перед этим нужно обезопасить помещение от всяких проводов и так далее. И, соответственно, лишь на ночь, в лучшем случае, как бы закрывать их в вольер, ограничивать пространство. Поэтому сегодня первый раз кролики выйдут обследовать дом. Между друг другом кролики пока не знакомы, и сделаем это поочередно, потому что знакомство предстоит. Но начнем мы, давайте, с Эльзы. А потом и Лизуна. Эльзочка, пойдем? Так как кролики живут на втором этаже, у нас, как бы, комната для выгулы. Это будет наша основная гостиная выступать в этой роли. Она находится на первом этаже, и мне нужно будет взять сейчас Эльзу на ручки. Итак, пойдемте. Эльзочка, умница, хорошая крольчиха. Да. Ну, давайте посмотрим, что она будет делать. Да и пусть она, так скажем, погуляет. Потому что, все-таки, несмотря на то, что вольер это не клетка, слава богу, но все равно какое-то ограничение пространства, а здесь она сможет побегать. На новом месте любое животное сначала начинает все обнюхивать. И я думаю, Эльза этим сейчас и займется. А я, пока она обнюхивает, пойду сгоняю на кухню за маленьким кусочком яблочком. Она убежала под стол. Эльза так смешно водит головой, когда она обследует новую территорию. Она ее, так как бы, видно, пытается увидеть больше. Эльза, иди сюда. Может быть, мы эту дверь закроем, чтобы она туда не ходила? Какая вкусная деревянная дверь, подумала Эльза. Как она скрипит, блин, вообще. Очень страшно, мистический дом. Эльза. Хочешь, я тебе предложу яблочко. Конечно, Эльзе сейчас будет гораздо интереснее именно обнюхать все, где она находится, обследовать, чем поесть вкусняшку. Но в любом случае она у меня на готове. Сердцевинка-яблочко. И мне вот очень интересно. Обратите внимание, во-первых, кролик метит территорию, метит предметы подбородком. У них здесь вот есть такие железы специальные. Человек этого не почувствует. А вот она сейчас будет везде вот так вот обтирать подбородком. Обратите внимание. За лизуном я пока такого не замечала. Вот мне интересно. Эльза, хочешь? О, видели, она сейчас пометила. Погрызи. Смотрите, она старается отодрать в руку побольше кусочек. Джиночка, я тебе потом дам вкусняшку. Это для кролика. Слышишь? Ой. Джин. У Джины на все аллергия, поэтому яблочко ей, к сожалению, нельзя. У нее есть свои вкусняшки, которые, как бы, проверены уже на аллергию. Поэтому, ну, как бы, яблоко врач не рекомендовал. Так, Эльза побежала осматривать территорию дальше. Мне еще интересно понять, будет ли Эльза портить мебель. В принципе, она этого не делает. Она ничего не грызла у нас дома, по крайней мере. Но, так как здесь очень много деревянных вещей, предметов, мебели, и, в общем, как бы, много разных, не знаю, там, отделка деревянная у стен. Мне интересно, будет ли она это грызть. У нас дома очень много проводов, но здесь провода очень аккуратно убраны. Их здесь вообще, в принципе, мало. Особенно вот в этой части зала, где находится Эльза. Она сейчас умывается. Вот, расслабилась хотя бы немножко, да. Погуляет сейчас кролик. Я думаю, что она, ну, как бы, сделает какую-то физическую зарядку. Эльза, давай выходи из-под стола. Вот нравятся кролям вот эти вот, как это, укромные местечки. Провод, да, есть, но я не думаю, что она туда пойдет. Если что, мы ее установим. Эльза, иди сюда. Что ты делаешь? Иди сюда. Нееет! Нееет! Нет! Вот так. Эджина всегда реагирует, когда я говорю, нет-нет-нет. Ну, Эльза знает эту, как бы, команду. Она знает, что надо перестать делать что-то в этот момент. Что она делает? А Джина в этот момент лает. В общем, реакция Эльзы обычно такая. Она сначала нюхает, как бы, смотрит, осматривается. А потом второй раз уже подходит и метит подбородком. Уже проходится именно подбородком. Мне интересно, как лизун будет себя вести. Так же или нет? Нееет! Джина, все. Эльза, что ты делаешь? Что-то мне на зуб пробовать. Джина, ну все, не надо пугать кролика. Проходится очень тщательно. Она уже второй раз этот угол метит. И там тоже очень она занята этим. В принципе, это безобидные метки. Это не то, что там, знаете, как собаки там пописали, не знаю, там, мочу оставили. Это кошки, да. Коты, в частности. Там вообще разбрызгивают. А, ой, что такое? Эльзочка сама испугалась. Чего-то непонятно. Видите, она как будто бы обо что-то ударилась, а что-то невидимое. А там ничего не было. Там балка есть? А, вон она что. Даже я не заметила это. Итак, ребята, я думаю, с Эльзой все понятно. Она немножко погуляла. Давайте же теперь посмотрим, как будет вести себя лизун. Отнесем Эльзу и возьмем лизуна. Эльза уже в вольере. Я пришла к лизуну. Лизунчик, привет. Привет, лизун. Привет. Ой, ты хорошая. Ну что, пойдем? А вот и лизун. Итак, лизун первым делом пошел вперед очень резво. Лизунчик. Ну что, где у нас яблочко? Лизун. Хочешь? Хочешь яблочко? Иди сюда, скорей. Лизун гораздо быстрее. Он прямо вообще бегает. Если Эльза, она такая, типа, перемещается, ходит, останавливается. Лизун обожает бегать. Видимо, он, так как он маленький, ему хочется вот этой активности. Куда ты? Иди сюда, малыш. Иди сюда, лизун. Итак, он сейчас пошел в совершенно другой угол комнаты. На самом деле, Эльза в другом была углу, в противоположном. А лизун именно в этом. Сейчас давай дверь открою. Вот, точнее, закрою. Вот так. Господи, это дверь. Лизунья. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Он просто бегает, реально резвится. Лизунчик. Куда ты пошел? Если я сейчас туда пойду, он забежит под диван. За диван. Лизунья. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Лизунья. Ой, подошел. Ну что, лизун, давай. Мяшкари. Как тебе такое, нравится? Ой, какая вкуснятина. Ой, как хорошо. На самом деле, кроликов, так как они достаточно впечатлительные, у них очень ранимая психика, в принципе, процесс поедания пищи, неважно какой, их очень сильно успокаивает. Поэтому в любой непонятной ситуации, кролик, если жует что-то, ему гораздо спокойнее от этого. Как вы видели, отличие Лизуна от Эльзы, его первая реакция на новое помещение в том, что Эльза начинает все метить и изучать подробно, ну, а Лизун начинает реально бегать. Вот смотрите, он опять побежал, он не может усидеть на одном месте, ему нравится бегать и активничать. Я думаю, что это связано с тем, во-первых, смотрите, он пошел в ту зону, в которой была Эльза. Я думаю, это связано непосредственно с тем, что, во-первых, Лизун молодой кролик. Что, ему только 5 месяцев? Смотрите, он так встряхнулся, он, видно, почувствовал, блин, какой он быстрый, почувствовал запах Эльзы. Я вообще не понимаю, где он, он уже здесь, Кирилл. Ты не успевай вводить камерой. Он на стол уже несколько кругов дал, Эльза не такая, нет. На самом деле, в самое ближайшее время предстоит познакомиться, поэтому это уже как бы все очень близко. Лизун, хочешь? Нет, я хочу бегать! Мои тапки, отлично, дальше побежал. Он мухает, он ничего подбородком не чешет, я прям не вижу этого. Какой он активный, капец. Интересно, он когда вырастет, он будет такой же, из-за того, что он, ну, как бы, мальчик? Может, мальчики такие более активные? Надо следить за ним, потому что, ну, он так быстро перемещается, в любой момент что-нибудь перегрызет, я не знаю, там, попробует на вкус. Надо за ним следить, конечно. Слушай, ну его вот так вот выпустить, на самом деле, своими делами заниматься, ну, нереально. Он очень кружит. Поэтому, наверное, пока ему не исполнится год, если его выпускать, то именно под присмотром и контролем непосредственным. Потому что Эльзу, например, я могу выпустить и просто заниматься своими делами. Я знаю, что она ничего не накуролесит. А Лизун прям, блин, кругами. Ему там не хочется особо находиться, он Эльзу чувствует. Интересно, здесь раньше хоть один кролик был в этом помещении? Я думаю, вряд ли. Вон он, он около тебя. Торпеда, а не Лизун. Вот провода, Кирилл, аккуратнее там. Ему нравится вот этот уголок. Он прям его облюбовал. Давай, Лизуник, Лизунчик, я скорее на яблочко. Ой, хорошо как. Ой, молодец. Ой, скорее яблочко. Ой, как вкусно. Правда? Все, поели, теперь давай скидывать калории. Пошел, пошел, пошел. Какие у него задние ноги сильные, лапы. Ну, давай прыгай. Ой, уже вовно. И опять побежал, опять побежал. Так, так, так. Кружок сейчас наверну. Я думаю, в следующем видео мы выпустим здесь Эльзу и Лизуна вместе. Вот что. Я думаю, в принципе, уже пора. Лизун уже реабилитировался после операции. Если не видели эти ролики, обязательно посмотрите. Совсем недавно у него была операция. Но у него уже, ну, сейчас прошло время. Больше двух недель. И я думаю, что уже, в принципе, можно их знакомить. Интересно, Лизун больше ничего не выкинет? И рядом со мной здесь и здесь мои кролики Лизун и Эльза, которые пока что в переносках. Им сегодня предстоит первое знакомство. Дело в том, что знакомить кроликов, которые разные по возрасту, когда у тебя уже есть один кролик, и ты купил второго, и хочешь их познакомить, довольно-таки сложно. Самое простое, это брать сразу двух кроликов. Кроликам обязательно нужно жить как минимум в паре, потому что это очень социальное животное, и им нужен сородич. Поэтому сначала у меня была Эльза, которой уже больше года, и затем я решила купить ей друга, чтобы они жили вместе. И у меня так появился мой кролик Лизун, но они еще пока не знакомы, потому что кролик Лизун был очень маленьким, а для того, чтобы их познакомить, и чтобы все прошло максимально успешно, нужно, чтобы кролики были примерно в одной весовой категории, то есть Лизун должен был подрасти. И далее Лизуна ожидала кастрация, это для того, чтобы он не испытывал к Эльзе влечения, из-за которого она может реагировать на него агрессивно. И, собственно, после операции уже прошло больше двух недель, поэтому самое время уже познакомить кроликов Лизуну больше пяти месяцев, и именно здесь произойдет их знакомство. В том углу комнаты я открою переноску одного кролика, а здесь открою переноску второго, то есть так, чтобы я их как бы, ну, лоб в лоб не сталкивала, то есть они встретятся друг с другом сами. Ну, а нам с Кириллом остается следить за тем, чтобы они не подрались, потому что это неизбежно, и я поэтому сейчас очень волнуюсь, если честно. Джина сейчас осталась в другой комнате для того, чтобы она здесь не наводила вот эту вот суету, потому что не знаем, что сейчас произойдет. Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и я просто мечтаю, чтобы два кролика подружились, и тогда они будут жить вместе, и тогда, ну, просто, ну, они будут счастливы. Я просто очень сильно волнуюсь, я хочу, чтобы все прошло хорошо, давайте приступим. Кстати, здесь я приготовила еду, дело в том, что кролики достаточно успокаиваются, когда кушают, поэтому, ну, так, немножко руколы, немножечко яблочко для того, чтобы просто отвлеклись. Итак, здесь у меня лизун, я, пожалуй, его именно здесь открою. Я думаю, лизун очень хочет познакомиться с Эльзой, он такой уже тяжеленький стал, вырос. Так, и в другом углу комнаты я вот здесь. Здесь Эльза вчера была, ей здесь очень понравилось. Если она думает, что это ее уголок, я открою переноску Эльзы. Я очень много читала разного материала о том, как знакомить кроликов, консультировалась не только с владельцами кроликов, но и с ротологом. Надеюсь, что все мои знания мне сейчас пригодятся. Так, Эльза уже очень хочет выйти. Открываю сначала Эльзу, я думаю, она сразу бросится есть. Да, смотри, вот Эльза, какая вкуснятина. Так, Эльза побежала. Так, я сейчас здесь открываю лизуна. Боже, я так волнуюсь. Лизунчик, лизунчик. Так, и давайте же следить за ними. Так, лизун сразу побежал, он очень активный. Эльза, кажется, его увидела. Кирилл, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Они нюхаются. Боже, 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 боже. Ой, 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 нет, нет. Лизун. О, черт, что делать, Кирилл? Так, все, ксс, 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 ксс. Так, 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 ребята. Это что было, блин? Елки-палки. Ребят, ну такого нет. Давайте так, лизун, он кастрированный самец, вы же понимаете. Но вообще, врач сказал, что такое может быть. Блин, я не знаю, что делать, Кирилл. Так, 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 так. Ой, 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 ой. Это уже плохо, так нельзя делать. Так, надо переноски убрать. Убрать, да? Эльза, выходи. Выходи, 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 Эльзочка. Давай, давай, выходи. Так, переноску нужно убрать, потому что в переноске всего лишь один вход. И когда один кролик сидит в норе с одним входом и выходом, то есть он один и другой кролик подходит, у второго кролика есть только два варианта развития событий. Либо напасть, либо как бы испугаться, впасть в панику. Ему придется напасть. Короче, лизун ест сейчас из тарелки Эльзы. Эльза пошла дальше изучать. Господи, боже, я не понимаю, что происходит. Ребята, лизун кастрированный. Ничего такого быть не должно. Но, как нам сказал ротолог, это у них как бы... Может быть такое, что и Эльза такое может делать с лизуном. То есть это, ну, как бы такое общение кроликов. У собак такое бывает. Боже, боже. Так, Эльза его избегает пока. Бывает такое, что если кролик, конечно, проявляет очень такой интерес, то самка может очень сильно разозлиться и отгрызть самцу его, так скажем, места мужские. Поэтому нужно кастрировать. Но пока просто никакой драки нет, ребята. И, конечно, лизун, он очень активный, как бы, в принципе, кролик. Но я думаю, что Эльза сейчас сама с ним разберется и даст ему понять на их языке, что можно делать, а что нельзя. Я думаю, лизун просто это поймет. Смотрите, Эльза теперь тоже активничает. Как сказал нам врач, разнимать их стоит только в том случае, если, ну, реально, вот они прям сцепились, дерутся и клочья шерсти летят вокруг. То есть тогда стоит разнимать. А до этого они, как бы, сами найдут общий язык и, по идее, должны найти его. Эльза пока что очень так обороняется, но она не, так скажем, не нападает. Так, ну, пока вроде спокойно. А, еще нам рассказали, ротолог сказал, что может быть такое, что... Кстати, это миска Эльзы, кстати. Ой, какая милость, боже. Но пока они не вместе. Господи, хоть бы все прошло нормально. Так, они что-то кружат. Вот он подбирается к ней сзади, по всей видимости. Она ему не дается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Эльза, она же взрослая крольчиха, она не даст себя в обиду, я думаю. Но в любом случае, это естественная жизнь, как бы, кроликов. Они так и общаются. Давайте я вторую миску поставлю Эльзе. Пусть они немножко, ну, так скажем, переведут дух. Кстати, они перепутали миски, как вы уже поняли. То есть Лизун ест из миски Эльзы, Эльза из миски Лизуна. Я, короче, разволновалась просто, Кирилл, прости. Что, опять? Я думала, да, что Эльза будет отбирать там еду, я не знаю, его воспринимать как-то. А она его избегает. Но на самом деле, вот врач сказал, что самое лучшее, это когда, ну, как бы, самка не лезет в драку, а избегает самца. Он найдет к ней подход, он не будет такой норовистый потом. Помнишь, он нам это говорил, Кирилл? Мы стерилизовали Эльзу до всего этого знакомства, до ее течки, до гормонов. То есть она не успела еще, как бы, окончательно созреть, у нее не было течек. Ой, тихо, 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 тихо. Что происходит, Кирилл? Ну, вроде еще такого, да? Блин, у них еще... Кирилл... Ой! Что делать так, шерсть пошла. Мама, мама, мама! Так, ой-ой-ой, Кирилл! Что? Ой-ой-ой-ой-ой! Эльза, 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 Эльза. Ой, блин, Лизун отодрал ей. Это шерсть Эльзы с животика. Вообще, давайте так, ребят. Конечно, я понимаю, что это выглядит все очень ужасно, но... Но... Ротолог нам сказал, готовьтесь, что шерсть будет лететь просто клочьями, ребят. Вот просто он нам так сказал, готовьтесь, что мирно это первый раз точно не пройдет. Господи, ну это выглядит, конечно, ну ужасно. Он сказал, что, блин, я не видел ни одну пару кроликов, которые прям вот вообще увиделись и такие, типа, классно, супер. Я не поняла. У них не должно это происходить именно из-за еды. У них это произошло из-за недопонимания. Лизун испытывает интерес, в общем, как к кролику, а Эльза избегает этого, потому что она все время жила одна до этого. Ей как бы это, ну, не нужно, она этого не ждала именно в этот момент. Эльза мне доверяет. Я не знаю, Эльза просто в последнее время стала очень смирной крольчихой. Она раньше на руках никогда не сидела, а сейчас она очень смирная стала. Это Лизун отодрал ей? Он ее укусил? Небось, Эльзочка, небось. И Эльза. Так, Эльзочка. На, кушай. Слушай, она точно в порядке? У нее ничего не поранило. Где этот маньяк? Вон он, смотри, блин. Блин. Эльза, беги. С задом не поворачивайся, Эльза. Но Лизун вроде притих, он что-то это... Слышь, прищучился как-то. Муж извиняется. У меня сердце колотится. Он шею начало отдирать? Да, 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 шею начало отдирать. Мне страшнее сейчас, чем ночью, блин, когда у нас стул упал. Кирилл, слышишь? О, боже, какая радость. Мам, что я сейчас заплачу от счастья? Ты посмотри на это. Это вообще я сейчас заплачу, Кирилл. И я не знаю. Ой, боже, какое счастье. Это что они делают? Кирилл снимает. Прикол вообще. Боже, у меня просто, ребята, у меня нет... У меня сейчас эмоции, нет слов одни эмоции. Поэтому я не знаю. У меня слезы на глазах. Вы просто, наверное, это не видите. Но я реально, я просто... Ну, у меня эмоции. Я настолько понервничала. И когда они сейчас так лежат, я не знаю, как реагировать. Это хорошо. Я так волновалась за кроликов. Это просто ужас какой-то. Я думала, просто все. Они сейчас просто загрызут друг друга. Посмотри, я не понимаю, почему безум так стоит в такой позе. Дышат оба очень активно. Им так хорошо, что плохо, да? Или так плохо, что хорошо. Простите, ребят, я просто немножко эмоции меня захлестнули. Смотри, смотри, он ей лучше лижет. Ой, Кирилл, Кирилл. Просто то, что у него в мозгу заложено из утробы мамы. Из-за родыша. Вот зачем надо кастрировать. Потому что каждый раз, когда такое происходит, крольчиха будет беременеть. А крольчиха беременеют чуть ли не каждые три месяца. Это очень влияет на их здоровье. Господи, опять что-то пошло не так. Он опять ее загоняет в угол. Вы же понимаете, что у меня канал не для пятилетних детей. Это канал о воспитании домашних животных. Поэтому, ребята, если происходят такие вещи, это то, что должны знать те, кто хотят завести кроликов, есть кролики. Или интересно, кому тема домашних животных. Как оно есть. И я считаю, что да, что бы ни происходило с моими домашними животными, вы узнаете об этом. Потому что на моем опыте учатся миллионы людей. Вот знайте, если вы заведете двух кроликов, вам не избежать этого. Если вы заведете двух крыс, двух хомячков, разнополых особей одного вида, да, они будут это делать. Эльза, беги. Лучше просто беги. В любом случае, несмотря на то, что он кастрирован, он переживает свое сейчас половое развитие. То есть он по возрасту как подросток. Естественно, у него какие-то процессы в организме созревания все равно происходят. Эльзе, мне кажется, как бы хочется общаться с кроликом, как бы с сородичем. Но ее пугает вот это неадекватное поведение лизуна. Давай, продрессируем. Кружись. Кружись, кружись. Давай, кружись. Фиг два. Никакого кружись. Эльза, ты моя радость, ты прибежала. Опять. Опять 245. Он даже дожевать не может руколу. Ой, у него рот занят. Он от нее забрал руколу. У него во рту рукола. Кирилл, следи. Вот у кого есть кролики, живут парами. Я вас очень прошу. В комментариях под этим видео, пожалуйста, напишите ваш опыт, как вы знакомили, как живут ваши кролики. А остальных, ребят, я попрошу, если вы увидите такой коммент реально владельца кроликов, лайкните, чтобы этот коммент повыше поднялся, чтобы я увидела, прочитала. Потому что мне сейчас очень-очень хотелось бы услышать советы. Максимальное количество разных историй. Я вас очень попрошу, ребят. Пока что они разлеглись в разных частях этой комнаты. Эльза очень любит лежать вон там под камином почему-то. Она еще в первый раз там место облюбовала. Лизун же лежит вот здесь, рядом со столом. Пол такой, знаете, прохладный. Они пузо себе остужают. Кроликам же жарко, у них вон какая шерсть. Смотри, смотри, она за ним наблюдает. Она смотрит, голову поворачивает. И сразу такая, так, не подходи ко мне. Я очень надеюсь, что больше они не сцепятся. Эльза решила аккуратненько спалить. Э-э-э, крольчата! А Лизун такой не понял, куда Эльза убежала. Вот, смотрите, прям с корешками вот такой прям кусочек вырван. Но, конечно, сложно понять, что это нормально. Но мне говорили, что это нормально. И она не подпустит к сзади его. Вот именно сзади она не подпустит. Вот она его пугает. Она его пугает, говорит, уйди от меня. Смотри. Хрюкает? Ну, она на него не нападает, она просто в ней подпускает. Не умеет. Не умеет, да, не умеет общаться с девушками, совершенно. Я на самом деле довольна поведением Эльзы. Я думала, что она будет агрессивничать. А она такая вообще... Потому что она больше, сильнее, потому что она, как бы, ну... Это же достает реально такое поведение. Когда мне это делают в голову, это, как бы, так скажем, меряются своими силами. Лизун просто такой сидит и ждет, сидит и ждет. Ну, она ему сейчас... Она его хорошо воспитывает. Она прямо поняла теперь, как ему надо говорить об этом. И он сразу остывает. Мне очень интересно, что будет во второй день, во вторую их встречу. Как они будут вести себя дальше. И интересно, будут ли их отношения улучшаться. Потому что, ну, так, наверное, и должно быть. И сегодня будет второе свидание кролика Эльзы и Лизуна. Они живут в разных комнатах в нашем мистическом доме. Это комната Эльзы. Вот здесь, в вольере, она живет. И между двумя комнатами, помимо основной входной двери, есть еще дверь, которая, как бы, их соединяет. Я не знаю, зачем это было здесь предусмотрено. Здесь вообще в этой комнате, получается, две двери. Одна ведет наружу, другая в комнату Лизуна. Но это так и есть. И мы решили воспользоваться этой дверью таким образом, чтобы как бы эти две комнаты соединить проходом между друг другом и открыть кроликам этот проход, чтобы они могли пообщаться. Чтобы каждый из этих кроликов мог самостоятельно пойти на территорию другого. Готовься, причесывайся. Давай, свидание сейчас начнется. А это территория Лизуна, и сейчас все начнется. Ой, Эльза уже вышла. Уже начали. Так, нам надо открыть Лизуна. Джина, уходи. Эльза где? Ушла к себе. Итак, мы соединяем. Давай, открываем. Может быть, мне дверь вот так все-таки закрыть? И Лизун пошел прямой наводкой прямо к Эльзе. Ой, Лизун к ней зашел. Воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Кирилл! Так, Лизун, уходи! Нет! Стоп, 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 стоп! Брейк! Кыш, кыш. Так. Вот вам территория. Это была плохая затея. Эльза проявила свою территориальность. Она не стала подпускать к себе на территорию. И я думаю, что как бы у Лизуна немножко откусила шерсть. Он откусил у нее шерсть. Так, все, Лизун. Иди остывайся. Он начал горошить, Кирилл, мимо. Смотри, что он делает. Перенапрягся. Значит, все-таки это все очень-очень-очень рано. Вот что я думаю. Несмотря на то, что, как мне говорили, если кролики нормально познакомились друг с другом, то, в принципе, можно как-то на расстоянии попробовать объединить их житье в одну большую территорию. Все-таки Эльза защищает свое место. Особенно свой лоток. А лоток она защищает даже от Джина. Но, конечно, она так не бросается, естественно. Джина как бы знает Эльзу на порну. На Джина она так не бросается, но все равно она ее отгоняет от лотка. Единственное, кого подпускает Эльза к своему лотку, это меня и Кирилла. И как бы все, больше никого. Так, Эльза идет сюда. Она видит Лизуна. Так, Кирилл приоткрыл. Блин, и сейчас опять произойдет, короче. Нет, нет, это нормально. Так, Лизун, тебе туда нельзя. Обратите внимание, Лизун не стал набрасываться на Эльзу. Вообще, в принципе, все происходит по законам жанра. В паре кролик и крольчиха территориально всегда крольчиха. А кролику, самцу нужно нечто другое. Так, давайте так сделаем. Сделаем возможность. Блин, ну сейчас опять это будет, Кирилл. Все нормально, обнюхались, нормально. Эльза пригнулась, но она немножко такая на границе своей территории стоит, и она ушла. Я закрою пока дверь. То есть, получается, что на территории Лизуна все происходит, в принципе, неплохо. Я сейчас чихну. Здесь очень много шерсти летает. Может, у меня аллергия на кролей? Так, ну что делает Эльза? Лизун в шоке. Что он делает? Блин, что это было? Это он стукнул лапой по полу? Он злой. Если кроль стучит лапой, это значит, что он злой. Эльза, 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 Эльза. Здесь проход есть. Эльза. Эльза? Эльза, Эльза, обойди. Блин, я не знаю. Это какой-то ужас и кошмар, если честно. Не, ну, конечно, они не прямо уж там вцепились так, что... Конечно. Прямо вцепились и отзирали друг от друга. Ну, Эльза на него сразу набросилась, как Лизун побежал в сторону лотка. Она вообще не стала ждать чего-либо. Она сразу на него побежала, как тот подошел в сторону лотка. Вон она выглядывает. Эльза, иди сюда. Лизуну твой лоток не нужен. Она что-то к нему не торопится, я смотрю. Отношения между кроликами это очень тяжелое явление. Сейчас мы дождемся, когда Эльза сюда придет. Вообще кроликам надо жить в паре со своим сородичем. То есть это для них очень важно, для их развития, для их здоровья психического в том числе. Так как кролик это социальное животное, она съела свою шерсть. Лизун заметил Эльзу, да, он ее видит. Но он к ней не идет. Поэтому смотри, если сейчас побежит, то... Так-так-так-так, Кирилл! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Кирилл, что я говорю? Нет-нет! Так, Эльза! Лизун! Фу! Блин, Эльза, смотри, сразу к лотку, проверяет свой лоток. Она первое, что делает, ей очень-очень важно сохранять лоток в... Я в одну минуту побежала, даже не успел дверь закрыть. Да вообще! Кстати, они меня немножко поцарапали. Давай я вот здесь вот сяду. Он ушел? Эльза. Эльзачка, иди скорее туда. Ну иди к Лизуну сама. Она идет. Нет, не идет. Она пошла. Так. Она нюхает пока. Она нюхает, и она идет. Она видит Лизуна. Она стоит, смотрит. Выглядывает из двери. Уши так это... Ушами водит. Лизуна ее видит. На расстоянии они типа нормально такие. Ну, что, нормально. Это точно любовь не с первого взгляда, да, Эльза? Что сделать? Ай, смотри. Он бы понюхал. Понюхал Эльзу. Я аккуратно... Нет, это мой унитаз. Я его оставила там. Как сделать так, чтобы Лизун не имел доступ к территории Эльзы, а Эльза при этом имела доступ к территории Лизуна? Я не понимаю, как это возможно сделать. Притом, что Эльза крупнее, как бы. Так как она старший кроль Лизуна. Имей совесть. Может, отнесем в ту комнату, в которой они вчера познакомились? Это та самая комната. Сейчас я закрою здесь двери, чтобы они не вышли за пределы. Потому что иначе они убегут, и уже будет неконтролируемая ситуация. Лизун уже схватил кусок яблока и носится с ним, как обалдевший по всей комнате. Так, здесь, кстати, тоннель Лизуна есть, если что. Да, Эльза реагирует на тоннель, такая сразу под породком метить его. Как видите, на нейтральной территории они ведут себя совсем по-другому, более спокойно. Поэтому, если вы хотите познакомить ваших кроликов, не знакомьте их на территории, на той, которой они уже жили. Каждый из них ознакомьте на нейтральной. Здесь достаточно просторно, поэтому Эльзе есть куда убежать, если что. Поэтому она, я думаю, здесь себя чувствует более уверенно. И уже знакомы вот эти предметы, которые она вчера под породком уже пометила, уже здесь была. А Лизун, тем временем, очень хочет подойти к Эльзе. О-о-о! Эльза ему говорит, не подходи, собака! Эльза даже особо не убегает далеко. Она, в принципе, уже нашла к нему подход. Знаете, что надо делать? Просто надо чуть-чуть подальше держаться. Лизун, на самом деле, когда бегает, он еще такой, как крольчонок. Маленький у него, такая детская походка. А, Эльза. О-о-о! Ничего себе! Ты видела этот прикол? Ух ты! Э-э-э! Что это было? О-о-о! Ой-ой-ой-ой! Так! Оно! Оно! Фу! Тихо! Тихо! Эльза! Эльза, беги! Лизун! Ну, короче, я их особо не разнимала, но, как видите, просто между ними, так сказать. Не дала им сцепиться. Что скажешь, Кирилл? Опять. Ребят, ну вы чего? Давайте, блин, нормально. Облежите друг другу уши там, я не знаю. О, боже. Он всегда так вот так встанет, попу отклячит. Смотри, смотри. Ты видел, что Эльза хотела сделать? Ой! Так! Брейк! Все! Фу! Так! Тихо! 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 Эльза! Лизун, иди, 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 иди. Наша задача обеспечить правильные условия для их знакомства, чтобы они все-таки смогли наладить отношения. И я, например, знаю истории знакомства кроликов, ну, похожие на нашу историю, которые заканчивались счастливо. То есть кролики в итоге жили в мире. Если вы хотите в будущем завести двоих, лучше сразу берите двоих. Или если вы сразу... Ой, смотри, какой прикол. Если вы сразу не завели двоих, то знайте, что, скорее всего, у вас будет именно так. У нас самая распространенная, так скажем, ситуация. Итак, ребята, мы вернули кроликов по их комнатам. И дверь между их двумя комнатами как бы соединяется лишь Эльзиным тоннелем. Таким образом мы сможем контролировать лизуна, но у него сейчас отдых активный, он так разлегся. А Эльза сможет сама по этому тоннелю приходить сюда и как бы... и уходить. Боже, я, если честно, с кроликами очень сильно устаю. И морально, и физически. Помимо того, что за ними ухаживать тяжело, еще вот это вот последних дней напряжения относительно знакомства моих кроликов, оно просто из меня очень много энергии пьет, если честно. Мне никогда так не было тяжело с джиной. То есть, как бы с джиной у меня вообще все с полуслова было. Это нельзя сравнивать с клеточным, как бы, животным, которое постоянно там, нет. Кролик это реально полноценный питомец типа кошки. Конечно, многие могут засунуть просто кролика в клетку, закрыть, и сидит он там один целыми днями. Нет, я не говорю о таком раскладе, я говорю конкретно о правильном содержании кроликов. Правильно содержать кролика очень тяжело. У нас в доме, в том, в котором я живу постоянно, кролики занимают две комнаты. Один кролик живет Эльза в гостиной, Лизун жил на кухне, и это занимает очень много пространства. Если честно, в последнее время нам просто в доме не было... Да, везде шерсть во рту. Если честно, в последнее время нам в доме просто негде было развернуться, у нас очень мало пространства, нам уже просто не хватает. Я не знаю, вот на кухне вот так вот реально проходим в некоторых местах. Ну, это, наверное, значительно ухудшает нашу жизнь с Кириллом, как бы жизнь Джины, потому что ей нужно много пространства, она активная собака. И, естественно, нужно, чтобы кролики, блин, жили вместе. Лизун, слышишь? Как видите, кролики сейчас даже особо не горят желанием друг с другом продолжать общение. Мне кажется, они либо устали просто уже на сегодня, на сейчас, либо это такой определенный этап их взаимоотношений, и именно так проходит свидание. Срочная новость. Ребята, Лизун после знакомства с Эльзой серьезно пострадал. Это не шутка, ребята. Я заметила спустя несколько часов, что у Лизуна кровь на голове, и у него там какая-то рана. Давайте я сейчас покажу. Лизун, спрыгну. Иди сюда, Лизун, потому что мне нужно сейчас обработать. Там я увидела уже запекшуюся кровь, то есть момент, когда нужно было прямо вот сразу это делать, я не увидела, потому что у Лизуна очень-очень-очень шерсть густая. Вот, посмотрите. Так, я сейчас свечу. Вот, смотрите. Смотрите, видите эту рану? У него прямо уже прям запекшаяся кровь. Я не понимаю, это Эльза его укусила, или она выдернула настолько шерсть, что кровь как бы пошла. Я не понимаю. Но у него вот такая рана. Сейчас я посмотрю в других местах. А ты, а мы как, как нашел-то, Кирилл? Вообще эту ранку Кирилл нашел. Надо обработать. Ребята, на моем канале все как есть. Вся жизнь наших питомцев как есть. Познакомили Эльзу, Лизуна перед этим. И я знаю, многие ждали этого момента, когда они познакомятся. Так, подожди, подожди, Лизун, стой! Это нужно для того, чтобы обеззаразить эту ранку, чтобы не занести инфекцию. Во время драк, конечно, такое бывает, но я не думала, что это произойдет именно между моими кроликами. Собработаю ранку. Пока Лизун ест, он дается. Я обработаю сейчас хлоргексидином. Он не жгет? Он не жгет, да. Дезинфицирует. Я не думала, что такое может быть, что прям до крови. Я не знаю, мне кажется, она так выдернула ему шерсть, что прямо запеклась, как болячка теперь. Боже, это жесть. Да, это она так выдернула ему шерсть. Прямо видно, здесь шерсти нет. Вместе видно с корешками волос. Она прям вот одну прядь, один рядок вынула. Мне кажется, это было в самый первый раз, когда, ну, имеется в виду не в первый день знакомства, а когда Лизун заскочил к Эльзе на ее территорию и пошел в сторону ее лотка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Лизун, уходи! Нет! Я соединила две комнаты, и как бы вот что произошло. Точно неправильно. Надо знакомить кроликов исключительно на территории нейтральной. Особенно это важно для самки, потому что она охраняет свою территорию по-другому никак. И так лучше не делать. Я думала просто, что после первого знакомства, когда они себя, в принципе, адекватно друг с другом вели, я подумала, что уже пришло время, можно, в принципе, попробовать соединить как бы две комнаты, потому что между двумя комнатами моих кроликов есть общая дверь. Я хотела ее просто как бы открыть, чтобы они, когда хотели, тогда друг к другу приходили, но видно, это было рано. Учитесь на моих ошибках, а не на своих. Сейчас, я считаю, надо тщательно обработать ему ранку. Да, Лизюнечка? Да, Лизюн? Ну, вот так бывает. Видишь, какие девочки бывают? Не все идеальные, не все. Да, молодец, Лизун. Я вот вообще не помню, чтобы она ему вцепилась именно в голову. Мне казалось, куда-то она ему в районе попа вцеплялась. Надо здесь посмотреть. Ну, не в голову. Да я нашла эту ранку. Она длиной где-то сантиметров примерно. Вот она. Прям вот как клок, рядочек вырвут. А куда дальше что идет? Да ничего. А, нет, идет, Кирилл. Слышишь? Посмотри. Посмотри. Тут больше. Да он даже разбил, может, оба что-то. Не, 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 он не разбил голову. Нет, 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 Кирилл, нет. Это именно... Так, сейчас вот здесь еще посмотрю. Вот она продолжается вот здесь. Давай ушко. Ну, вот она вот здесь кончается. Под ушком. Вот. Вот. Вот такой идет шрам. Блин, у Лизуна теперь будет шрам. Слушай, это она ему типа в ухо сцепилась, в основании уха получается. Лизуна же замер. Лизунчик бедненький. Вот, вот она ему, короче, вот здесь за ухом зацепилась и продрала просто. Это жесть. Это просто жесть. Это какой-то ужас и кошмар. Рана примерно 3 сантиметра. Видимо, Эльза ухватилась за шерсть Лизуна и продрала прям вот так вот вдоль примерно 3 сантиметра. И вместе с шерстью, видно, кусок верхней кожи отодрался, поэтому там кровь. Она запекшаяся сейчас. Но рана не конкретно глубокая. То есть это вот верхний слой кожи, по всей видимости. Она идет вот от этого уха под этим ушком и вот здесь. Вдоль половины головы. От ушка и вот до вот этой точки примерно. Вот так вот бывает. Не всегда все идеально, конечно, проходит. И я, конечно, не ожидала, что такое будет. Но что случилось, то случилось. Лизун, я надеюсь, поправится. У него заживет эта ранка. Благо, это не конкретно разбитая голова. Я уж испугалась, когда увидела эту кровь. Думаю, сейчас самое время сделать выводы относительно того, что было сделано правильно в знакомстве с Эльзой и что было сделано неправильно. Ну, во-первых, да, мы правильно сделали, что перед этим кролики друг друга не видели и познакомились сначала на нейтральной территории. Как вы помните, их самое первое знакомство прошло, в принципе нормально. И потом мы допустили ошибку, что поспешили и соединили две их комнаты. И Лизун, когда оказался на территории Эльзы, ей это совершенно не понравилось. И она вцепилась просто в него. И я думаю, это такой был откат в их отношениях. Этого делать не надо было. В следующий раз, я думаю, мы периодически будем выпускать Эльзу и Лизуна на нейтральной территории, чтобы они пообщались именно там, а не здесь, естественно. Сегодня третье свидание Эльзы и Лизуна, и мы постараемся эту встречу сделать точно правильной. Сегодня мы поменяли локацию. Теперь их третья встреча будет проходить здесь. Это, так скажем, коридор-наша кухня, где мы кушаем и готовим еду. То есть это та зона, в которой ни Лизун, ни Эльза до этого вместе не встречались. Потому что в той большой комнате у них был конфликт, и, наверное, лучше полностью поменять локацию, чтобы начать все с чистого листа. Я принесла сначала Лизуна сюда, а потом уже Эльза, потому что девочку надо приносить как бы к мальчику, они наоборот, так как девочки более территориальны, и они могут защищать свою территорию, таким образом могут повздорить с самцом. Ну и с другими девочками тоже, но так как у меня Эльза девочка, а Лизун парень, парень, то сначала Лизуна сюда принесла, а потом Эльза. Привет, Эльзочка, как твои дела? Как начнешь встречу, так она и пойдет. Во вторую их свидание мы сделали все неправильно, мы очень сильно поторопились и попытались соединить две комнаты моих кроликов, а мои кролики живут здесь в разных комнатах пока что. Мы их попытались соединить, эти комнаты, и, к сожалению, произошло то, чего я больше всего боялась, а именно Лизун пошел на территорию Эльзы, там, где ее лоточек и все ее дела, а Эльза принялась защищать, набросилась на Лизуна и даже причинила ему увечье. Она, короче, когтем ему процарапала голову. Об этом уже есть видео на моем канале, на Эли Ди Пэтс. Посмотрите, как это было, и вы сможете видеть все своими глазами. Теперь еще один момент, который я поняла и который нужно сделать при знакомстве. Это отвлекающие маневры. Например, сено. Пакетик с сеном, да, стоит все-таки положить, во-первых, потому так кролики как бы немножко отвлекаются. Во-вторых, у кроликов постоянное пищеварение, поэтому важно, чтобы они кушали сено. А еще у меня есть здесь немножко петрушки и укропа. И я буду давать именно прямо в рот каждому кролику, так, чтобы они не делили эту зелень. То есть ставить вот так тарелку на пол я не буду. Вот будут ко мне вот так подходить, будут получать зелень. Таким образом, они и со мной будут достаточно активны, и делить ничего не будут. То есть, чтобы покушать зелень, надо где-то вместе встретиться. Смотрите, что они делают. Лизун, короче, тычет Эльзу лобиком, иногда лижет ушки. В общем, в принципе, это достаточно все смотрится очень романтично. Да, короче, засунуть прям конкретно в рот каждому по веточке и сидите, жуйте, дорогие мои. И друг с другом не конфликтуйте, потому что некогда. Надо жевать зелень. Теперь перерывчик. Пожевали зелень и хорошо. Правда, они теперь у меня клянчат. Давайте посмотрим, что они будут делать друг с другом. Как они будут общаться. Вообще, моя задача и моя мечта такая, чтобы мои кролики жили, во-первых, друг с другом мирно. Конечно, мирно с моей собакой Джины. Ну, за Джину, я уверена, она умеет общаться с кроликами. Она просто их не трогает. Ну и, конечно, мне хотелось бы, чтобы кролики как бы жили на свободном выгуле. То есть, я их вот так выпустила, и они ходят по дому, куда хотят. Ну и, соответственно, у них свой уголочек есть, куда сходить в туалет. Они знают его. Но в идеале должно быть все вот именно так, потому что кролики очень активные животные. Им хочется бегать, прыгать. Это для них очень важно. Ограничивать их свободу неправильно. Именно поэтому. Посмотрите, какие они забавные. Напоминаю, что это порода веслоухий баран. Вот так вот называется Эльза. Это самка, рыжая девочка, и ей год с небольшим, год и три. А Лизуну исполнилось пять месяцев. Точнее, подождите. Ему исполнилось что? Шесть уже месяцев. Ой, ребята, вчера, получается, Лизуну полгода исполнилось. Жена в этом доме постоянно лает на что-то. Давайте теперь понаблюдаем за кроликами, что они будут делать друг с другом. А если они будут подбегать ко мне, я буду давать им вкусняшки. Ой, Лизун ко мне прям конкретно здесь, он увидит зелень, но не могу ему не дать. Прямо он прям аж в суслике у меня на коленках готов стоять, ты мой хороший. Мы взяли за правило, когда Лизун залазит на коленки, давать ей вкусняшки, чтобы он это делал сам. И сам этого хотел. Это мальчика, ты сказала ей. Ей? Я сказала ей? Лизун это мальчик, я, наверное, оговорилась. А Эльза тем временем кушает сено. Вот видите, она его со спины не подпускает. Это говорит о том, что пока что она ему полностью, стопроцентно не доверяет. Но если они как бы смотрят друг на друга и сталкиваются головами, то все нормально. А вот со спины пока что не подпускает. То есть еще все впереди. Еще Лизуну стоит завоевать уважение Эльзы. Аккуратно, аккуратно. Джина, хватит. Ой, 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 ой. Так, так, нет, нет, нет. Стоп, 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 стоп. Стоп, Лизуну. Все. Когда такое происходит... Джина, это из-за тебя, мне кажется, тут набрехало, напугало. Когда такое происходит, обратите... Вы видели, как это случилось? Абсолютно случайно, ребят. То есть Джина залаяла, Эльза подпрыгнула, Лизун подумал, что пора бы прыгнуть на Эльзу, напугала Эльзу еще больше, и так заварилась заварушка. Если такое происходит, то стоит просто разнять кроликов, ну просто их отвлечь, развернуть в другую сторону, так скажем, их друг от друга отодвинуть, и все становится сразу на свои места. Очень помогает... Очень помогает закрыть глаза кроликам. Кирилл сразу подошел, закрыл глаза, и как бы они ничего не видят. Вообще, когда закрываешь глаза кроликам, вот так вот, они сразу теряют ориентацию в пространстве, становятся практически неподвижными, не сопротивляются, и даже как-то расслабляются. Вот, смотрите, я дала ей зелень, и она сразу такая поднялась. Лизун, Лизун, ну что? На, Лизун. Да, да, так вот. О, он... Все, 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 не надо, не надо, не надо. Так, все, все, не надо. Так, ребята... Они такие странные, у них видно, что периодически вот ни с того ни с сего просто у Лизуна срабатывает какой-то щелчок в голове, вот я бы это так определила, просто вот так вот. И у него сразу меняется настроение, у него включается самец, и все меняется, блин. А потом это так же выключается, как будто ничего не бывало. Тихо. Тихо, Лизун, все, опять включился. Все, перевозбудился. Мальчик, иди в тоннель. Так, большие веточки, смотрите, как быстро они съедят. Просто сейчас чик-чик-чик, и ничего не было. А, кстати, Эльза не ест стволы почему-то, то есть она предпочитает именно, как вот эту пушистую зелень. Вот и скормили всю зелень. Целую уже, как его, коробочку съели. Прямо этот, как конвейер зелени. Зелень превращается в горох. О, Эльза не стала есть, обратите внимание. А Лизун все съедает. А Эльза очень избирательная такая. Кирилл говорит, что у Эльзы бобизм. А я считаю, что это не бобизм, это просто более взрослый кролик. Я думаю, что Лизун подрастет, ему исполнится год, и у него тоже появятся свои какие-то отличительные привычки, предпочтения в еде, что-то такое. У Лизуна была кастрация, ребята. Кто не видел эти ролики, как и была у Лизуна операция, Эльза тоже кастрирована, вы посмотрите эти ролики. И несмотря на это, у Лизуна все равно остаются инстинкты. А Джинна наблюдается с высоты. Джингу посадили на местечко, на ее деревянный трон, она так сидит, наблюдает за колями. Опустите хвост, пожалуйста, Лизун. Не надо. Прямо опустите, опустите все. Не надо, опустите хвост. Опустите, не надо. Успокаиваемся. Вот, молодец. Нет, еще раз успокаиваем. Успокаиваем. Успокаиваем одного кролика, успокаиваем второго. Одного кролика и второго. Когда не стоит кастрировать кроликов? Только в двух случаях. Если вы собираетесь разводить кроликов для того, чтобы их продавать, ну, то есть вы кролиный питомник, так скажем. Или если вы производите кроликов на мясо. Нужно кастрировать кроликов, потому что животные будут мучиться. Во-первых, самка будет постоянно рожать каждые три месяца, из-за этого она проживет не более двух-трех лет. У нее будет плохое здоровье и все такое прочее. Если вы держите одного кролика, и у него нет партнера, и при этом он не кастрирован, он также будет болеть, особенно онкологическими заболеваниями. Ну и если самца не кастрировать, то когда он станет взрослым, он будет очень агрессивным. Он не только никого к себе из других животных не подпустит, но и вас самик. Поэтому кастрация, она очень хорошо влияет на поведение кроликов и на их здоровье. Поэтому, если вы хотите завести кроликов в качестве питомцев, чтобы они были такие, как у меня, ну, то есть они давались в руки, были ласковые, адекватные кролики, то задумайтесь о кастрации кроликов до шести месяцев. Если что, к собакам это тоже относится. Лизунья, а Эльзочка лежит, отдыхает на холодном полу, охлаждается. Я не понимаю, что он ей делает. Такое ощущение, вот он грызет, но и то ли лижет. Фиг ее знает. А Эльза? Вау! Эльза такая подпрыгнула. Она, понимаете, как бы вроде ей не против, но она очень сильно напрягается. То есть она не доверяет безуму. Целует пяточки. Ушко понюхал. О, блин. Да, он лижет. Видел его язык? Эй, какой забавный, блин. О-о-о, полегче. Фуня. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Я просто не знаю, что делать. Это жесть. Мои два кролика, Эльза и Лизун, никак не могут ужиться вместе. Я снимала целый день их отношения и попробовала их поселить вместе на совершенно новые территории. Сейчас я покажу, что из-за этого получилось. У нас переселение кроликов. Мы их переселили на улицу. Вот так мы разместили вольер, два туалета, Лизуна и Эльзы. И это будет их первая попытка возможного сожительства. Лизун сразу пошел в Эльзин туалет. Блин, Кирилл, тебе надо внутрь зайти. Неизвестно, чем это все закончится, но мы думаем, что на новой территории Эльза будет не так территориально. У меня в руках, если что, есть пулевизатор. Я прочитала, что можно использовать в качестве разнимания, так скажем, кроликов. Большой вольер, всем вместе хватит. Может мне не заходить или заходить? Не заходить. Лизун ест сена в Эльзином туалете, а Эльза сидит в туалете Лизуна. Не знала я, что так получится, но Лизуну очень нравится Эльзин туалет. Всегда приятно какать в чужом туалете. Смотрим, что будет сейчас происходить. Дело в том, что это вот прям первый раз вы можете сейчас увидеть. Мы с Кириллом тут стоим, я тут, вот Кирилл. И мы готовы, если что, точнее Кирилл готов, если что, их разнять. Пока они вот так вот обнюхиваются. Обратите внимание, как привязаны у нас лотки кролей с помощью ее цепочки. Дело в том, что кролики очень любят двигать предметы. И туалет они тоже отодвигают и начинают ходить за туалетом. Чтобы этого не было, вот так вот цепочкой ограничиваем и все. Обратите внимание, Лизун ушел в свой туалет, такой типа нормально. То есть она сейчас рассеянная, и она такая типа, блин, я на улице. Во-первых, они давно не гуляли уже, что вот как бы с зимы. Смотрите, Лизун запрыгнул в лоток Эльзы. Эльза подошла, как бы такая, че, 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 че. Так, так. О, вода подействовала? Ну да. Остудила немножко, да? Эльзы придется мириться с тем, что Лизун, да, иногда будет, блин, запрыгивать в этот туалет. Но а что делать? Мы же хотим, чтобы они сожительствовали мирно, и они могут это сделать. То есть сожительствовать мирно. Но для этого нужно пройти определенные процедуры, так скажем, знакомства. И пройти, да, естественно, трудности. Я в инстаграме о питомцах публиковала пост совсем недавно на эту тему. Вы поглядывайте еще туда, ссылку оставлю в описании под этим видео. Там я иногда как бы дополнительную информацию публикую, которую, там, забыла сказать в видео, например. Потому что всякое бывает. Да, Эльза еле вылезла из тоннеля. Мне кажется, им здесь нравится. Во-первых, это свежий воздух. Во-вторых, здесь, ну, как бы, вся эта территория, она находится под крышей. Соответственно, дождик к ним попадать не будет. При этом у них здесь будет вот такой небольшой пятачок солнышка. Хочешь сидеть на солнце, хочешь сидеть в тени. Обратите внимание, пока не было ни одной какой-то, блин, вот такой вот, как-то, я не знаю, стычки. Итак, Эльза нюхает пока вольер тоннеля Лизуна. Вот Эльза хочет прыгнуть к себе. Смотрите, она его не выгнала особо. Такая, типа, блин, просто сиганула сюда. Эльза такой, блин, ну, ты не что, Эльза? Ну, ты не что, Эльза? Как тесно. Как тесно, черт возьми. Я большая попа. Такие попы у вас большие. Ой, смотрите, да это, в принципе, смотрите, здорово получается. Эльза-то, как бы, не особо и не особо против. О, Эльза съела листочек полный natural. Я же вам говорю, здесь листик упал, пожалуйста, можешь съесть. Веточка прилетела, ради бога. Ой, смотрите, лижет ее. Лизун, ухаживать. Ухаживать надо ласково и нежно. И тогда, возможно, когда-нибудь она захочет с тобой жить. Вот, сенчик для того, чтобы они не волновались. Смотрите, так, Лизун пошел сюда. Они кружат. Но Лизун выпер Эльзу из туалета. Ну, вот, ты знаешь, вот именно вот эта вот ситуация, мне больше всего нравится сейчас за последнее время, которое у нас было с ним по знакомству. Вот всегда. Наверное, мы должны же прийти, как правильно познакомить кролика. Привет, Лизун. Привет, привет, мои сладкие. Привет. Хороший матч, хорошо ведешь себя. Хорошо ведешь. И вроде бы все шло нормально. Новая территория, видимо, на них влияет как-то мирно. Но что-то пошло не так. Только я выключила видео, значит, они сразу сцепились. Произошло это так, потому что Лизун опять домогался до Эльзы. Ей это крайне не понравилось. И, блин, нам пришлось их побрызгать водой. Только так они разошлись, так скажем. В какой-то момент мы поняли, что наш пулевизатор не очень помогает. То есть, да, он отвлекает, видимо, но при этом он не останавливает драку. Но он может отвлечь. Конечно, они как-то не особо начинают драться. Но все-таки это действует не так, как нам бы хотелось этого. И тут Лизун начинает жестко встряхиваться. И можно замедленно посмотреть, как встряхиваются кролики. Это несколько странно. Он даже упал. Вот началась первая драка за это время. Они начинают кружить. Лизун цепляется Эльзе куда-то вбок. Она начинает, пытается как бы от него сбежать. Он этот клок вырывает, получается так. И начинается вот это вот какое-то окружение запрыгиванием на лоток. Эльза тоже его кусает, царапает. Впиваются друг друга просто зубами. И вот у Эльзы во рту видно есть кусок шерсти Лизуна. И Лизун, посмотрите, как она его отбрыгивает. Он, посмотрите, у него во рту много шерсти. И их это не останавливает. Вот такое ощущение, как будто боль не останавливает абсолютно. Несмотря на то, что им больно, они продолжают друг с другом соперничать. Я не знаю просто. Вот вроде все прекратилось. Но Эльза не стала сидеть на месте. Обратите внимание, она все-таки побежала к Лизуну. Хвост. И она его укусила прямо за попу. Он в ответ ее укусил за бок и опять заварилась каша. И посмотрите, он вырывает у нее все-таки кусок шерсти. Она у него тоже кусок шерсти вырывает. Это просто жесть. Офигеть, их подбрасывает в разные стороны. Все, Кирилл уже просто решил остановить Лизуна. Его как бы придержать, чтобы он вслед за Эльзой не побежал. Она убежала. Она в лоток села. Вот она сидит. И это началось после нескольких часов мирного сожительства на этой новой территории. То есть все сначала было нормально. Потом внезапно начинается просто какая-то лютая жесть. Я не понимаю, кто на кого набрасывается даже первой. Я реально не могу понять по съемкам. Вот то Лизун, посмотрите, со спины прямо набрасывается, откусывает ей шерсть. То она вроде, они остановились и она начинает. Я не понимаю, они просто, такое ощущение, как будто они оба как бы действуют одинаково. И оба виноваты в их ссорах. Вот этот момент меня вообще просто поверх шок. Обратите внимание, как сейчас полетит Лизун. Вот они сцепляются с Эльзой. Эльза просто делает со всей силы отброс. И Лизун падает. Падает просто на пол. Я не знаю, как бы. А она прячется за сено такая. И он, как только упал, он собирается с мыслями и бежит прямо напрямик к Эльзе. Кирилл пытается его схватить, но не получается. Блин, останавливает. И тут они сцепляются. Ну что у вас с Лизуном не так? Ну что не так? Что не так происходит? Я боюсь очень Лизуна к Эльзе подпускать. Я их сейчас рассадила в разные комнаты, чтобы они немножко успокоились. Но так не может продолжаться вечно. Надо с этим что-то делать. И я вообще не знаю. Я просто не знаю, что делать. Когда я видела это все своими глазами, я не замечала этих укусов глазами. Потому что очень быстро все происходит. Но сейчас на замедленной съемке я вижу, что конкретно укусы. Я не понимаю, они так сильно кусались? Должно что-то остаться 100% от таких укусов, Кирилл. Надо сейчас, во-первых, осмотреть Эльзу. Потому что я вижу, что, ну, как бы Лизун ее реально прямо вот вцеплялся. Если я найду какие-то укусы у Эльзы, я обязательно сниму отдельное видео. Вам все покажу и расскажу. Ну, а сейчас, я думаю, на данный момент стоит их рассадить в отдельные комнаты на какое-то время. Во-первых, чтобы они друг о друге немножко забыли. Прям вообще в отдельной комнате. А во-вторых, реально надо осмотреть, прежде чем принимать решение, будут ли они общаться дальше друг с другом. Всем привет! Я Элли Ди. Со мной моя собака Джина. Мой кролик Лизун. Мой кролик Эльза. Вы смотрите канал о питомцах Элли Ди Пэтс. И сегодня настал тот самый день, когда я объединю две территории моих кроликов, Лизуна и Эльзы, в одно единое пространство. Настал этот день. И я стою и там, и тут одновременно. Сегодняшний день будет решающим, потому что я не знаю до конца сейчас, к чему приведет это объединение. К тому, что мои кролики будут жить наконец-то таки мирно и в согласии друг с другом. Или же, к сожалению, у них продолжатся их конфликты. Как вы знаете из предыдущих видео, видео, которые были там в течение года последнего, мои кролики не очень друг с другом ладят. То есть, когда я их выпускала вместе, к сожалению, они конфликтовали. Об этом было достаточное количество видео на канале Элли Ди Пэтс. Если вы не видели, можете их посмотреть. Это не от того, что Лизун и Эльзы такие по характеру. Это вот особенность кроликов такая. Когда кролики выросли не вместе и были не из одного помета, к сожалению, когда они вырастают, конфликты возможны. Но если подойти стратегически и запастись терпением, то их отношения можно наладить, чем я и занимаюсь. Кролики переехали в эту комнату примерно два с половиной месяцев назад. Они жили вместе, но были разделены. Вот этой перегородкой, над которой я сейчас стою. Как жили кролики все это время? Они не конфликтовали, у них не было такой возможности. Они иногда лежали вместе вдоль этой перегородки. То есть, в принципе, это давало мне понять, что их отношения налаживаются. Но я же хочу, чтобы мои кролики жили вместе, чтобы они радовались общению друг с другом, так как кролики это социальные животные и им нужен сородич. К тому же, если я уберу эту перегородку, у них станет значительно больше пространства. Ну а разве это не существенный плюс? Кроликам будет просторнее. А вот и наш лозунг. Возможно, все. Но невозможно, просто требуется больше времени. Я действительно так считаю. Если запастись терпением и найти правильный подход, то кролики смогут сдружиться. А еще был один такой момент, когда лизун и Эльза ранее встречались на свиданиях вместе, лизун во все стороны метил. То есть, брызгал мочой. Несмотря на то, что мои кролики оба кастрированные, к сожалению, такие повадки остались у лизуна. Я очень надеюсь, что это не повторится, потому что это, ну, сами понимаете, очень-очень негигиенично, грязно. И я не представляю, ну, как можно жить среди огромного количества разбрызганных кроличьих меток. Я надеюсь, что это у лизуна прошло, потому что за все эти два с половиной месяца лизун через эту решетку ничего подобного не делал. Давайте расскажу об этой комнате. В этой комнате есть вот такая подсветка. В общем, у них здесь весело, и у каждого кролика было собственное пространство, домик, в котором они всегда очень любят спать, тоннели, разные погрызушки, ветки, ну, и немножко декора для того, чтобы это все выглядело, ну, как комната, а не как какая-то типа клетка. В общем, по размеру кролячьей комнаты, если честно, у них даже больше пространства, чем у нас с Кириллом. Я не знаю, какой сегодня будет исход, будут ли они мирно друг с другом общаться, или же конфликты возобновятся. Я очень этого боюсь и очень не хочу, чтобы они конфликтовали. Мечтаю, чтобы мои два кролика жили вместе, ладили друг с другом и получали удовольствие от общения с сородичем. Их конфликты разрастаются внезапно, то есть они общаются, общаются там, лижутся, все нормально, а потом что-то происходит, и это абсолютно иногда незаметно и непонятно, и они начинают кубарем друг друга кусать, кататься, и я вообще не понимаю. Стоп, 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 стоп! Брейк! Зачем это кроликам? Но не нам заглядывать в их мозг. И укусы эти были настолько сильные, у Лизуна даже была травма от укуса. Эльза, Эльза его укусила прямо в голову, до крови, и еще бы чуть-чуть, вот еще бы посильнее она укусила, и нам пришлось бы вести Лизуна зашивать конкретно, потому что там уже просто так не срослось. Но, конечно, все раны зажились, срослись, начинаем убирать вольер. Пожалуйста, хоть бы все было хорошо, пожалуйста, я так хочу, чтобы все было хорошо. Пожалуй, для отвлекающего момента я насыплю корм в миску Эльзе и Лизуну. Они сейчас проголодались, как раз пришло время кормления, они сейчас будут кушать, а я быстренько под шумок уберу вольер. Итак, мы расстегнули вот эту часть вольера, там на карабинчиках было все закреплено. Практически осталось только убрать как гармошку эту часть секции. Я ставлю миски, как отвлекающий маневр для кроликов, в надежде, что они будут заняты приемом пищи, и начну убирать вольер. Лизунчик, ты голодный? Вот, пожалуйста, кушай. Отвернем его попой, Эльза. И вот здесь будет кушать Эльза. Так, ну что, поехали. Так, никто ничего не видел, не заметил. Пока мы уберем вот так вот, на случай, если нам придется закрыть, гармошку вот так вот сложим. Я тут сяду, так сказать. Как будто бы ни в чем не бывал. Никто из них не заметил сейчас, что я убрала вольер. А, лизун, кажется, заметил. Что-то ничего не понял, пробежал, не понял, что вольера здесь нет. Пошел есть. Чувство голода пока что сильнее. Сейчас они немножечко насытятся первыми гранулами, и я думаю, до них дойдет, что произошло. Мне надо быть наготове. Я, на самом деле, даже сниму тапки, потому что они мне будут мешать, если надо будет бежать, срочно их разнимать. Летает пух. Кстати говоря, по поводу пуха и остального, совсем скоро кроликам предстоит ряд процедур, которые мы с ними проводим периодически. Об этом будет отдельное видео. Там будет целый уход за двумя кроликами. Будет очень интересно, поэтому не пропустите это видео на канале. Ну, а тем временем они продолжают кушать. Эльза, тут как бы нету больше секции, представляешь? Лизун, ты видишь, что ты можешь пройти? Вы не хотите друг с другом пообщаться? Подождем, пока они насытятся и забудут о еде. Кстати, вы могли заметить, вот здесь на полочке, такую вот классную мебельку. Я думаю, в будущем эта мебелька будет для моего хомячка, для хомячка Эдди. Как вы знаете, я завела сирийского хомячка. Сейчас он спит, он просыпается часов в один с вечера, поэтому для того, чтобы снять видео о нем, мне нужно дождаться более позднего времени. Я обязательно сниму новенькое видео о нем, и вы увидите на канале Элли Ди Пэт. И хомячка, и джины, и остальных питомцев. Так Лизун, кажется, насытился. И он первый понял, что что-то произошло. В их вольере он запрыгнул к Эльзе в унитаз. Эльза тем временем продолжает кушать, у нее аппетит побольше. Эльза даже не заметила, что Лизун уже орудует у нее в лотке. У меня, кстати, есть вкусняшки на случай, если их надо будет, давай. Такие лакомства я даю кроликам нечасто, так как это достаточно сладкие вкусняшки. Но сегодня тот самый день, когда нужно применять все, что можно, мне кажется, на случай, если что-то пойдет не так. И Эльза кажется... Так-так-так, Эльза, я отодвигаюсь. Да-да, ты можешь пройти. Иди, иди к Лизуну. Пока я оторвала кусочек, Эльза побежала исследовать обстановку. Новая жилплощадь. Эльза, представляешь, если жить вместе, то будет больше возможностей. Она забежала в тоннель к Лизуну. Ай-яй-яй, надо быть очень внимательным. И... И... Лизун такой... Че-че, здесь кто-то есть, да? Я вот не понимаю, действительно ли то, что они жили бок о бок, друг с другом, несмотря на этот вольер, повлияло на то, что Лизун настолько привык к Эльзе, что он сейчас, ну, не реагирует на ее близкое присутствие. Думает, ну, все, как и было раньше, как бы. Кажется, это работает. Подкармливаем для удачного знакомства. Лизунчик и тебе. Тоже, да, чтобы от вас вкусно пахло яблочками. Я уже даже не помню, какое по счету это свидание. И... Они встретились лоб в лоб. Так-так-так-так-так-так-так-так. Они поменялись территорией на данный момент. Вообще, это первичная нормальная, так скажем, реакция кроликов на новые предметы. Это все обнюхать, пометить подбородком, посмотреть, постоять в столбике. Я думаю, сейчас они сделают пару кружочков по новой территории и затем уже сакцентируют внимание друг на друге. Эльза нейтральная, абсолютно спокойная, такая изучающая. Интересная картина. Эльза побежала к Лизуну, он такая аккуратненько подходит, мюхает его. Пока все очень мирно, мне пока все нравится. Кролики, кстати, у меня умеют пользоваться этим домиком и спускаются, и поднимаются постепенно, не спрыгивая с высоты. Они уже научились, привыкли к этому. Может быть, мне стоит выйти из вольера и понаблюдать со стороны? Для спокойствия. Я же не буду постоянно с ними тут жить, правильно? Здесь можно только с ними ночь провести, разве что. Мы убрали секцию, которая там была в этом углу одиночной, теперь проход стал еще шире. Постепенно, да, Кирилл уберет и оставшаяся часть вольера. Тем временем кролики понюхались. Вы знаете, они не нюхаются долго, потому что они уже знакомы друг с другом. Да, как только ты взял камеру, чем... Вот, смотри, Эльза прям это следом за Лизуном побежала. А мы теперь полностью убрали все лишние секции и таким образом смогли расширить площадь всей этой кролячьей комнаты до тех размеров, о которых мы мечтали. Площадь линолеума, которую мы покупали 4 на 4 метра, получается 16 квадратных метров у кроликов. И, кстати говоря, вот эта цепочка, которой мы закрепляем, лотки кроликов, она создана для того, чтобы держать эти лотки на месте, так как кролики очень любят их двигать, лотки. Кстати, сенник у нас тоже претерпел изменения. Это самодельный сенник, его Кирилл сделал, просто сколотил. Тестовый экземпляр. Ну, как бы тестовый экземпляр, да, возможно, что потом он станет как-то получше, покрасивее, но факт то, что это все сделано своими руками, так как в продаже таких вещей для кроликов, к сожалению, нет. Можно считать, что сегодняшнее объединение кроликов прошло успешно, потому что за все время, что мы здесь находимся, не произошло никаких негативных моментов и даже намеков на них тоже не произошло. Кажется, все хорошо. Я Элли Ди, со мной мой кролик Лизун, мой кролик Эльза, собака Джина за пределами вольера. Вы смотрите канал о питомцах Элли Ди Пэтс и сегодня будет ночь в вольере у кроликов. Подписывайся на канал, а мы начинаем. Совсем недавно мои кролики начали жить вместе и вы попросили в комментариях под прошлым видео, чтобы я заночевала прямо здесь, в новой комнате у кроликов, вместе с ними двумя. В общем, побыла с ними ночью, так как ночью кролики очень активные. Заодно вы узнаете, как живут кролики, как они общаются друг с другом и что они делают ночью. Ну и смогу ли я, собственно говоря, здесь уснуть, потому что мои кролики очень ручные и крайне приставучие. Они здесь будут играть, у них здесь игровая, разные тоннели. И ночь начинается! Как вы видите, у нас уже горит луна. Это ночничок, который предвещает ночь, и я его включаю на ночь кроликам. Кстати, в этом видео я обязательно здесь попробую постелить а-ля кровать и попробовать на ней уснуть. На этой кровати не знаю, как у меня получится, учитывая, что два кролика друг с другом ну очень активные, очень веселые. Дадут ли они мне поспать? Вот мне само интересно. Так раньше я никогда не экспериментировала. Сначала я думаю, что немножечко можно подкормить кроликов. Вы наверняка спросите, как они друг с другом общаются, не ругаются ли они, не дерутся. Вот уже прошла неделя, они ни разу не поконфликтовали. Я безумно этому рада и могу сказать, что да, мой метод, получается, сработал. Правда, Эльза? Ах вы мои сладкие, ах вы мои хорошие. В шутку или не в шутку вам решать, но я сегодня надела вот такой прикольный костюм кролика. Кажется, признали меня. Я тоже сегодня буду серым кроликом, таким, типа, другом лизуна. Тихо, тихо, э-э-э-э. О, Эльза погонял. Мне показалось, или Эльза немножко сейчас погнала лизуна? Хм, ладно, давайте последим в любом случае. Что-то Эльза, наверное, из-за того, что я здесь, может, ты меня ревнуешь или чего, Эльза? Джинка, местечко у нее за пределами вольвера, поскольку, ну, это же комната кроликов. Если вы завели кролика и у вас еще живет собака, не вздумайте оставлять их вместе без вашего присмотра, потому что это может закончиться абсолютно непредсказуемым образом. Но что тут говорить, собака просто съест кролика, поэтому общение таких животных должно происходить под контролем хозяина и желательно совершеннолетнего хозяина. Каждый кролик съедает две столовые ложки комбикорма в день. На самом деле, кажется, как будто бы это мало, но комбикорм это очень высококалорийный продукт для кроликов, он правильно сбалансированный. Комбикорм это такие специальные гранулы, выглядят это как просто такие гранулки, кролики их очень любят. Самое главное, чтобы кролики не переедали этих гранул, потому что ожирение, лишний вес это очень популярная проблема у кроликов, это реально часто встречается, это естественно ничего полезного для здоровья нет. Но основной рацион у кроликов и то, что должно быть у них в свободном доступе всегда 24 часа в сутки 7 дней в неделю это сено. То давайте мы постелим здесь кровать, ну как бы такую импровизированную кровать. Я попробую здесь ну как бы отдохнуть, как бы я это делала обычно. Посмотрим, что будут делать кролики, как они к этому отнесутся. Несколько странно это все, конечно, но крайне любопытно. Я сегодня с вами сплю. Так, я несу. Блин. Ну начнем с того, что это будет матрас, на котором я буду спать. Если вы подумали, что по поводу ночевки я пошутила, нет, я не пошутила. Почему бы и нет? Эээ, вы заняли мой матрас. Давайте, кстати, еще покажу комнату, часть как бы комнаты. У нас здесь вот такие две полочки есть. здесь мебелька. Это для моего хомячка Джерри, ждите роли. Ой, Джерри, я оговорилась. Не Джерри, Эдди. Вот действительно, просто Джерри так долго со мной прожил, что он, ну, навсегда это имя останется со мной. Вы же, надеюсь, понимаете, я оговорилась. Ну, ничего страшного, даже как-то грустно стало так. Конечно, Эдди я люблю не меньше, я всех своих питомцев люблю. Так вот, этот набор мебельки деревянной, это для Эдди. И совсем скоро я сниму видео, обязательно ждите. Он у нас растет, такой очень няшный. А здесь на этой полочке, ну, просто украшение в виде мягких кроликов, морковки, еще есть вот такие разнообразные, вот здесь вот классные мягкие овощи. Ну, это в тему кроликов, как бы, это же их комната, поэтому и декор вот такой вот. Так, мне нужна подушка и одеяло, несу. А вот и моя подушечка в виде пенька, вот такая вот. Ну, валик, так сказать, спальный. И, конечно, одеяло. Кролики, как вам такое? Вы никогда не думали, что можно спать вот так вот прекрасно? Пока что кролики все обнюхивают. Кирилл, к сожалению, тебе тут места не хватит. А я пойду нормально спать. В смысле ты пойдешь нормально спать? Я оставлю на усы, Нет, нет, так дело не пойдет. Так, это что, Лизун? Давайте, это моя кровать. Тем временем, Лизуну очень понравилось, здесь кажется все уютно. Тебе нравится? Классно. Только, пожалуйста, не опись и не обкакай здесь ничего, а то ты любишь, знаю я тебя. У Лизуна, если что, кликуха какашкин. Периодически, когда он какашкин. Я думаю, кто смотрел ролики все про моих кроликов, тот в курсе. Кстати, ссылочку на плейлист со всеми видео с кроликами оставлю в описании. Кажется, кролики все-таки дадут мне сегодня поспать. Дадут, в кавычках. Так, сейчас я буду делать сториз. Вот так вот. Думайте, что я сейчас делаю. Никогда не догадаетесь. Ну, разве что, если посмотрите новые видео на канале Элли Ди Пэтс, свайпы перейдете? Мама, мама, Лизун, нашел время. Нет, Лизун, не надо только в рот ко мне лезть, пожалуйста, сейчас подожди, Лизун, как забавно это. Спальная кормежка кролей. Пожалуйста, он меня сейчас в артерию укусит. Ой, пожалуйста. Лизун, на самом деле, он никогда не знал гранит. Он очень меня щекотит просто, ребят. Эльза вот всегда очень аккуратно берет корм, а Лизун, как, блин, придется, понимаете? И он меня просто готов сожрать целиком и полностью. Какой ты у меня забавный. Нет, все, я больше не могу, Лизун. Так, пора бы и честь знать. Я закрываю банку и попытаюсь уснуть. Так, Лизун, у меня больше ничего нет, я же тебе говорю, кормежка закончилась. Лизун, нет. Так, чтобы они не сперли у меня корм, банка будет при мне. Лизун, я говорю, я спать собралась, слышишь? На самом деле, кролики спят в своих домиках, вон там, в задней части этой комнаты, один в одном, другой в другом, но домики имеют между собой объединение такое, если так это можно сказать, поэтому они как бы спят вместе, но каждый в своем домике. Поэтому я не знаю, чего он сейчас от меня хочет, конечно, я понимаю, он хочет кушать, но кажется, он уже съел свою норму. теперь надо ждать Эльзу, когда она подойдет, чтобы я ее покормила. Лизун, слышь, я говорю, ты съел уже свою норму сегодняшнюю обжора маленький. Эльза, иди скорее к нам, меня Лизун атакует, только ты умеешь управу на него. Эльза, Эльза, вот она бежит, бежит ко мне, Эльзачка, Эльзик, Эльза, иди скорее, Эльза. Кролики уже конкретно разыгрались, прыгают тут по мне, как хотят просто, уже, наверное, 30 раз запрыгнули. Спать не дают, только я, короче, успокаиваюсь, такая уже, ну, как бы просто, закрываю глаза, и такой прыжок на меня просто. А каждый кролик весит почти по 2 килограмма, так что это, знаете, ощутимо, это как, типа, такая небольшая собачка на тебя прыгает, когда их две одновременно прыгают. Че, реально ли уснуть в вольере у кроликов? Ну ладно, нет, я пошел спать. Че, серьезно, ты меня здесь оставишь? О, нет, я с тобой хочу. Нет, нет, все. А может, ты со мной ляжешь? Нет, нет, нет. Не хочешь с кролями, Кирилл? Лизун в ногах, как преданная собака. Так как кролики все-таки мне уснуть по-человечески не дают, думаю, надо как-то поразвлечься с ними, поэтому я решила немножко подрессировать Эльзу и показать вам, как она умеет подбрасывать мячик. Мячик у нас хранится в этом ящике во втором отсеке. Эльза, покажем, как ты умеешь мячик подбрасывать? Смотри, Эльза, бии, прямо на Лизуна. Ну, бии, хорошо. Лизун, ну ты видишь, как надо? Бросай. Бии, молодец. Эльза делает это по команде. Ну, давай, бросай мячик. Бии, вот так вот она его высоко. Вот такая у меня есть сушеная морковка баночком. Лизун любит кружиться. Кружись. Тик. Молодец. А Эльза бьет мячом. Там Эльзочка, подожди. Кружись. Бии. Сейчас попробую одновременно, чтобы они закружились. Сейчас у меня голова закружится уже. Кружись. Что-то новенькое. Какое-то синхронное, это, как это, кружение кроликов. Кружись. 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 Слюнявые такие, как с собаки. Что случилось, Джиночка? Малыш, она сено съела, кролячий. Джин, ну зачем ты подобрала сено? Зайчик, ну давай Джинку сюда. Ну ладно. Иди сюда, зай. Иди, Джиночка, можно, иди сюда. Можно, можно. Вот и Джинка пришла. Прыгай. Прыгай. Когда Джина видит, что я дрессирую кроликов и хвалю их, Джина начинает под вот эти вот молодцы, хорошо, под вот эти слова пытаться есть сено. Тик. Мой маленький. Шушлик. Нельзя тебе морковь, нельзя тебе сено, нельзя тебе бомбикорм, какашки кролей тоже нельзя. Вот именно. Какашки кролей тоже нельзя есть. Блин, Джину, короче, иногда подъедает какашки кролей. Дома вкусняш. Ничего не могу с этим сделать. Ну, давай, дождемся. Тик. Ой, дошло, что ли? Да, дошло. Ну-ка, интересно, сейчас он сделает так. Тик, молодец, кажется, дошло. До кролячьи головушки. прям. А че, 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 он тоже, что ли, теперь помнил? Чтобы вы понимали, Лизун только сегодня научился, получается так. Лизун хочет сломать. Тик. Тик, он систему сломал, Кирилл. Прямо сон, как это, рукой сняло, что называется. Вот такие вот кролики у меня классные. Теперь я точно ложусь спать. Теперь уже с Джиной. Джин, ты же тоже дневное животное, как и я. Будем спать вместе. Ложись спать, Джин. Ложись спаточки. А Джина любит вот это вот, уходить под одеяло в ноги, если ей кто-то позволяет. Ох, че, кролики со мной будут, что ли? Эльза, пойдешь туда? К Джине? Нет? Эльза сваливается. Ну ладно, как бы, жизнь с питомцами. Уровень 80-й. Может быть, вы перестанете скакать по мне? Все, Кирилл, спокойной ночи, я сплю. Джина, мне так нагрела ноги. Впереди на канале Элиди Пэтс вас ждет очень много новых интересных видео, поэтому подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока! Спокойной ночи! Хи-хи!